Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 7 класс. Page 79, страница 79. B. Read the dialogue and complete the sentences. Прочитайте диалог и дополните предложение. Then explain the words in bold. Затем объясните слова, выделенные жирным шрифтом. Слова мы уже объяснили, так что давайте дополним предложение. Sally has been collecting rubbish for recycling in the park for a month. Sally собирает мусор для переработки в парке уже в течение месяца. Второе. Тут написано Dave's been. Dave's – это Dave has been. То есть вот так вот они сокращают has. Dave has been building nesting boxes. Dave строит скворечники. Третье. The birds will leave the city if we don't help them. Птицы покинут город, если мы не поможем им. Четвёртое. Tim wants to join the club on Monday morning. Tim хочет присоединиться к клубу в понедельник утром. C. Read out the dialogue. Прочитайте, перечитайте диалог. Четвёртое задание. Fill in. Вставьте. Leaves. Покидает, оставляет. Or leaves. Живёт. Первое. He leaves for work at 7 a.m. Он уходит на работу в 7 часов. Видите, мы по-русски говорим «уходит», а англичане говорят «он покидает», «оставляет». Имеется в виду «дом для работы». Второе. I don't know where she lives. Я не знаю, где она живёт. Третье. She leaves everything till the last minute. Она оставляет всё на последнюю минуту. Speaking. Everyday English. Ежедневный английский. Offering. Accepting. Refusing. Help. Предложение. Помощи. Как принять помощь. Отказ от помощи. Задание пятое. Use the phrases in the box and ideas from exercise 1 to make exchanges. Используйте фразы в рамочке и идеи из упражнения первого, чтобы составить фразы диалога. «Офферинг help». Предложение помощи. Can I give you a hand? Плюс. Глагол с инговым окончанием. То есть, могу я предложить вам, так сказать, руку помощи. У нас так тоже по-русски говорят. Протянуть руку помощи. Есть такое известное русское выражение. И вот здесь слово hand переводится как помощь. То есть, могу я дать вам руку. Hand вообще-то рука. А здесь hand имеется в виду как помощь. Дальше. Can I help you to collect? Могу я помочь вам собрать? Или can I help you to make? Могу я помочь вам сделать? Would you like me to? Вы бы хотели, чтобы я... И сюда вот вставляете глагол в неопределенной форме. То есть, без ингового окончания. Do you need some help? Плюс глагол с инговым окончанием. Вам нужна помощь в чем-то? Accepting. Как принять предложение помощи? Yes, please. Да, пожалуйста. Sounds great. Звучит здорово. Sure, thanks. Конечно, спасибо. Refusing. Отказ. No, thanks. Нет, спасибо. I'm fine. Я в порядке. No, I can manage. Thanks. Нет, я справлюсь. Спасибо. No, it's okay. But thanks anyway. Нет, все в порядке. Но все равно спасибо. И вот пример. Can I give you a hand cleaning out the pond? Могу я помочь вам очистить пруд? Sure, thanks. Конечно, спасибо. Can I help you to collect rubbish? Могу я помочь вам собрать мусор? Sounds great. Звучит здорово. Would you like me to read a book about ecology? Вы бы хотели, чтобы я прочитал книгу об экологии? Yes, please. Да, пожалуйста. Do you need some help planting flowers? Вам нужна помощь, чтобы посадить цветы? No, I can manage. Thanks. Нет, я справлюсь. Спасибо. Грамма, грамматика, question, tax. Разделительные вопросы. Задание шестое. Read the examples. Прочитайте примеры. Вот примеры. He works in the camp. Doesn't he? Он работает в лагере. Не так ли? Второе. She can't come. Can she? Она не может прийти. Не так ли? Вот это вот разделительные вопросы. Doesn't he? Can't she? Они всегда переводятся одинаково. Не так ли? Не правда ли? Find examples in the dialogue in exercise 3A. Найди примеры в диалоге в упражнении 3A. Вот 3A и вот примеры. Например. Sally collects rubbish for recycling in the park every Saturday morning. Doesn't she? Sally собирает мусор для переработки в парке каждое субботнее утро. Не так ли? Второе. I could join as well. Couldn't I? Я тоже могу присоединиться. Не так ли? И что, собственно говоря, такое разделительный вопрос? Разделительный вопрос состоит из двух слов. Первое слово – это модальный глагол. Модальный глагол – это can или can't, is или isn't, are или aren't, has – hasn't, have – haven't, do, don't, does, doesn't, did, didn't. Это не все еще модальные глаголы я здесь написала. Только те, которые нам вот здесь понадобятся. То есть сначала стоит модальный глагол. Либо can, либо can't. Когда он стоит can, а когда он стоит can't. А это зависит от основного предложения. Вот если в основном предложении есть not, видите, вот тут есть isn't, тогда вот тут в разделительном вопросе not не будет, а будет просто is, she. А если здесь нету not, видите, they are late, то в разделительном вопросе как раз-таки будет. Aren't they? И второе слово в разделительном вопросе – это личное местоимение. А личное местоимение – это я, он, она, оно, мы, вы, они. Все. Седьмое задание. Fill in the question tags in sentences 1, 6. Дополните разделительные вопросы в предложениях 1, 6. Вот здесь. Listen and tick. И отметьте галочкой the boxes. Вот здесь вот в рамочке. Что надо отмечать? Видите, написано rising, falling. Rising – это интонация повышается, а falling – это наоборот понижается. The speaker is almost sure about what he says and doesn't expect an answer. Говорящий почти уверен в том, что он говорит и не ожидает ответа. Тут интонация понижается. The speaker isn't sure and expects an answer. Говорящий не уверен и ожидает ответ. Тут интонация повышается. Rising. She isn't here. Is she? Она не здесь. Не так ли? Видите, вот модальный глагол is. То есть его мы будем сюда ставить в разделительный вопрос. Здесь после него есть not. Значит, здесь его не будет, слово not. Будет просто is. А местоимение здесь уже есть. Вот оно. She. They're late. Они опоздали. Не так ли? Тут у нас are – модальный глагол. Вот он. Его и будем ставить впереди. Здесь нету not. Значит, будет после are – not. Aren't. А уже здесь есть местоимение they. Aren't they. Он прибыл вчера. Не так ли? Вот это самые сложные предложения, в которых нету модального глагола. В третьем предложении модального глагола нет. Если модального глагола нет, то берется либо do, либо does, либо did. Здесь прошедшее время. Видите, окончание – иди стоит. А в прошедшем времени берется did. Здесь нету not. Значит, мы поставим после did – not. Didn't. He. Местоимение he. Вот оно. Четвертое. Она спит. Не так ли? Здесь у нас модальный глагол is. Его и будем ставить. Not. После него нет. Значит, поставим not. Isn't she. Она не спит. Не так ли? Пятое. Мы не можем пойти. Не так ли? Или не правда ли? Ну, здесь все просто. Здесь уже есть. Модальный глагол can. Not. После него стоит. Значит, напишем просто can we. И шестое. Она не осталась. Не так ли? She hasn't left. Вот он. Модальный глагол has. Его и будем ставить вперед. Здесь есть not. Значит, в разделительном вопросе его не будет. Будет просто has she. Be. Listen and repeat. Прослушайте и повторите. Задание восьмое. Don't have to. Have to переводится должен. Вообще-то в английском языке есть слово должен. Это слово must. Но слово must не ставится в прошедшее время, в будущее тоже не ставится. А должны мы бываем не только в настоящем времени, мы и в прошедшем тоже бываем должны. Поэтому слово must заменяют другими словами, которые тоже переводятся как должен. И вот если после have или has или had поставить to, то будет должен. А don't have to или doesn't или didn't have to – это не должен. Прочитайте правила в рамочке. Find examples of absence of necessity in the dialogue. Найдите примеры необходимости, ну, должествования в диалоге. Вот эти примеры. They will have to leave the city. Они будут должны покинуть город. You have to see Miss Jackson first. Ты должен увидеться с Miss Jackson сначала. Я должен вывести собаку на прогулку до того, как я уйду. It's necessary. Это необходимо. Вот have to – должен. It's Saturday. I don't have to go to school today. Суббота. Я не должен идти в школу сегодня. It's not necessary. В этом нет необходимости. B. What does, doesn't Roger have to do? Что Роджер должен или не должен делать? Order more trees. Заказать еще больше деревьев. Done. Видите, написано. Сделано. Call the recycling center. Позвонить в центр по переработке. Третье. Tidy the eco-library. Убрать в эко-библиотеке. Это делают Sally and Andy. Четвертое. Clean out the clubhouse. Убрать клубный дом. Пятое. Buy more wood and nails. Купить еще досок и гвоздей. Next week. На следующей неделе. Шестое. Give out membership cards. Раздать членские карточки. И пример. А, тут еще же надо add question tags. Добавить разделительные вопросы. Пример. Roger doesn't have to order more trees. Does he? Roger не должен заказать еще деревьев. Не так ли? Roger doesn't have to order more trees. Does he? Roger не должен заказать еще больше деревьев. Не так ли? Видите, вот здесь вот есть уже глагол модальный does. После него стоит not. Значит, в разделительном вопросе not не будет. А вместо слова Roger мы его заменим личным местоимением he. Он. Вот у нас получается does he. Второе. He has to call the recycling center. Doesn't he? Он должен позвонить в центр по переработке. Не так ли? Тут нет модального глагола. Значит, берем does. Но тут тоже нету. Значит, doesn't. Но зато есть местоимение he. Третье. He doesn't have to tidy the eco-library. Does he? Он не должен убирать эко-библиотеку. Не так ли? Но тут есть модальный глагол does. И есть личное местоимение. Тут все просто. Четвертое. He has to clean out the clubhouse. Doesn't he? Он должен убрать клубный дом. Не так ли? Здесь нет модального глагола. Значит, берем does. Зато есть местоимение he. Пятое. He doesn't have to buy more nails and wood. Does he? Он не должен покупать гвозди и доски. Не так ли? Здесь, видите, есть модальный глагол does. После него есть not. Значит, здесь будет просто does he. He has to give out membership cards. Doesn't he? Он должен раздать членские карточки. Не так ли? See, what do, don't you have to do today? Что вы должны или не должны делать сегодня? Ну вот, к примеру. Я должен пойти в школу сегодня. Я должен делать мою домашнюю работу сегодня. Я не должен мыть посуду. Я не должен убирать квартиру, но я должен убрать мою комнату. Writing a list. Список. Девятое задание. Portfolio. Work in groups. Работайте в группах. Organize an eco-helpers group. Организуйте группу эко-помощников или эко-активистов. Write a list of activities for the group for next weekend. Напишите список действий для группы на следующие выходные. Ну, возьмем вот за основу то, что Роджер делает со своими эко-активистами. Ольга и Маша должны заказать побольше деревьев. Иван и Борис должны убрать эко-библиотеку. Марина и Света должны убрать клубный дом. Вова и Миша должны раздать карточки для членов клуба. Ну, можно писать без have to. Просто. Ну, понятно, что слова, имена вы придумаете свои, какие-то другие. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok